Здравствуйте, с вами Анна Пашкевич и это канал Про Цветок. И в этом видео мы обсуждаем такую очень важную тему, что же посеять и посадить в апреле месяце. В начале апреля месяца на рассаду мы еще успеваем высеять томаты. В частности, имеет смысл высевать томаты, которые мы будем выращивать в открытом грунте. Это могут быть, например, устойчивые к различным заболеваниям высокорослые гибриды, но, пожалуйста, выбирайте сорта ранние и ультраранние. Например, хорошие варианты можно найти среди гибридов голландской селекции. Также, если мы будем высевать в начале апреля томаты на рассаду, то можно и нужно высевать те томаты, которые будут низкорослые, ультра- или скороспелые, которые, например, относятся к томатной группе, которая называется томаты-гномы. Подобная рассада вырастет и хорошо сформируется за ближайший месяц апрель, начало мая, и как раз, когда уже пройдут все майские заморозки, мы можем смело выносить нашу коренастую рассаду в открытый грунт и выращивать следующий урожай. Следующая культура, которую можно и нужно высевать в начале апреля месяца, это чеснок. Например, если вы не успели высеять зимний чеснок под зиму, то тогда можно абсолютно спокойно высаживать зимний чеснок в апреле, и он также будет хорошо развиваться и даст такой же хороший результат, как и тот чеснок, который мы высеяли осенью. Также, если мы будем говорить о зимнем чесноке, то имеет смысл высевать семена зимнего чеснока, которые называются бульбочки. Именно воздушные бульбочки являются хорошим, здоровым посадочным материалом чеснока, который впоследствии приведет к образованию однозубок, и за лето ваш зимний чеснок полностью оздоровится. Если мы будем говорить про яровой чеснок, то его можно высаживать от первого декада апреля до второй декады мая. Это будут оптимальные сроки высадки чеснока для того, чтобы он успел сформировать хороший урожай. Кстати, лук, так же как и чеснок, относится к холодоустойчивой культуре, поэтому, когда мы будем высевать в апреле месяца всевозможные луки, можем не опасаться за непродолжительные заморозки, которые никак не повлияют на развитие наших растений. Но имейте в виду, что в апреле необходимо высевать, именно высевать луки, а именно высевать черные семена наших луков, которые по-иному называются чернушка. Они высаживают ту нежную рассаду, которую мы с трепетом выращиваем у себя на подоконниках. Также можно высаживать различные луки на зелень, и также можно высевать семенами те луки, которые не так часто распространены у нас в огородах. Например, лук-шалот, лук-порей, лук-слезун, лук-батун и другие луки. Помимо холодоустойчивых луков и чесноков, в апреле месяце можно высевать такие холодоустойчивые культуры, как, например, горох и бобы. И горох, и бобы в среднем мы будем высевать в середине апреля, в зависимости от тех температурных условий, которые характерны конкретно для вашего региона выращивания. В целом и горох, и бобы, они могут спокойно переносить легкие заморозки вплоть до минус 7 градусов. Также существует народная рекомендация о том, что горох необходимо высевать в грязь. Или иными словами, когда сходит снег, уже можно приходить с семенами гороха на поле. Во всяком случае, так делали наши предки. Также прямым севом мы можем высевать холодоустойчивые культуры, такие как морковь, свекла, редис. Но необходимо понимать, что эти корнеплоды не для хранения, а для свежего употребления. Поэтому редис мы можем высевать с начала апреля месяца в теплице или под укрытие, а уже середина апреля мы можем спокойно высевать в открытый грунт, как я уже сказала, холодоустойчивые корнеплоды, морковь, свекла и редис. Также хорошо себя будут чувствовать и развиваться любые зеленые культуры. Всевозможные салаты, петрушки, укропы, шпинаты, горчица, щавель, монгольц, ледерей и так далее. То есть все зеленые культуры, которые вы хотели бы вырастить у себя на участке. Также середина апреля можно высевать и пряно-ароматические травы, например, чабрец, мята, мелисса, душица и другие, которые впоследствии станут ароматным чаем в середине лета. От середины до конца апреля можно приступать к высеву на рассаду таких культур, как, например, огурец, тыква, кабачок, патиссон и любые тыквенные культуры, в том числе дыня и арбуз. Необходимо помнить, что лучший возраст, идеальная рассада это 15-17 дней. В среднем тыквенные культуры прорастают 5 дней. Поэтому если мы планируем их выращивать под укрытием с высадкой рассады в середине мая, то тогда и будем высевать на рассаду эти культуры где-то в 20-х числах апреля. Также на рассаду имеет смысл в апреле месяца высевать различные капусты, которые мы планируем употреблять в свежем виде в летние дни. Например, это могут быть ранние сорта капусты, это может быть та же самая пекинская капуста, которым в среднем необходимо для полного цикла развития порядка 40 дней. Если же мы будем высевать на рассаду капусту, которая предназначена для хранения, то тогда в апреле месяце мы будем высевать, в конце апреля месяца будем высевать сорта средне-позднее и позднее, но никак не средние и не средне-ранние. Также на рассаду в апреле месяце можно и нужно высевать базилик. Это та теплолюбивая пряная трава, которая будет хорошо расти и развиваться как в теплице, так и в открытом грунте. Но необходимо предусмотреть, чтобы открытый грунт уже начался для базилика в устойчиво теплую погоду, то есть от середины мая. Поэтому высеваем базилик от середины апреля до конца апреля месяца. Все перечисленные холодоустойчивые культуры начинают прорастать при температуре почвы 3-4 градуса и способны переносить непродолжительные заморозки минус 5-7 градусов. Все теплолюбивые культуры, которые я перечислила в этом видео, будут хорошо развиваться при температуре 18-20 градусов. Поэтому, пожалуйста, контролируйте условия выращивания как в теплице, так и в открытом грунте. Оставайтесь на канале Процветок. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»